К другим темам. Новосибирских перевозчиков, чьи водители регулярно нарушают правила дорожного движения, могут начать лишать лицензий. Об этом сообщил начальник сибирского управления государственного автодорожного надзора Василий Иванько. Дело в том, что несмотря на многочисленные рейды и регулярные проверки, количество аварий с участием пассажирского транспорта в Новосибирске по-прежнему высоко. И лишение лицензий может быть действенной мерой. Тему продолжит Александр Куршев. Увидели, что водитель курит в кабине или разговаривает по телефону? Едет с открытыми дверями или осуществляет посадку на втором ряду? Сообщайте в ГИБДД или руководству предприятия. Это ваша безопасность. Вот наглядный пример. Автобус с маршрутом номер 35. Забыл закрыть двери. Владелец бизнеса Гризов А.Л. А этот водитель во время движения разговаривает по телефону. Его работодатель Полнарева О.М. В 10-минутном видеоролик, смонтированный сотрудниками госавтоинспекции, попала половина перевозчиков сибирской столицы. Сегодня их собрали в одном зале и устроили демонстрацию клипа. В скором времени одними штрафами нарушители не отделаются. Все-таки в этом году настоим на этом создать дисциплинарную комиссию, на которую рассматривать как раз нарушение, которое выявляется на маршруте. Это скоростной режим. Это как раз нарушение режима труда и отдыха, нарушение правил дорожного движения, а самое главное соблюдение графиков расписания движений. Это происшествие зафиксировано на одной из остановок в Норильске. Его показали по всем телеканалам страны. Водитель автобуса закрыл двери и начал движение, даже не посмотрев в зеркала бокового вида. К счастью, ребенок остался жив. В Новосибирске за последние 9 месяцев случилось 89 ДТП с участием общественного транспорта. 4 человека погибли. 107 человек получили травмы различной степени тяжести. Ни по одному из случаев уголовных дел не возбудили, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. Однако наводить порядок необходимо. Подъезжает, вот сейчас облил там девочку и уехал спокойно. Очень часто транспорт приходит не вовремя, на остановках приходится долго ждать. Бывает по 30-40 минут, стоишь, ждешь. Да, поехали. В это время водитель курит, может разговаривать. А замечания ему делали пассажиры? Ну, иногда делают, иногда нет. Каждый водитель автобуса или маршрутки перед выходом на работу знакомится с техническим журналом и ставит свою подпись. В документах по пунктам прописано, что делать запрещено. Обгоны, маневры, посадка пассажиров посреди дороги уже давно стали нормой. Выход отзыв лицензии. Метод радикальный, но, видимо, по-другому никак. Александр Коршев, Константин Менин, Новости ОТС.